Сотрудники МЧС Абхазии совместно с врачами Минздрава Абхазии приступили к активной фазе обучения правилам эксплуатации медицинского оборудования и технической документации реанимобиля, переданного накануне спасательному ведомству российскими коллегами. Занятия разделены на теоретические и практические. Проводят их врачи отряда Центра Спас МЧС России и представители компании-производителя. Оборудование в реанимобиле достаточно простое в обращении, надежное и подобрано таким образом, чтобы оказать пострадавшему максимально широкий спектр медицинской помощи. Что же до уровня стартовой подготовки потенциального обслуживающего персонала, то, по словам российских специалистов, он вполне приемлем. Все ваши врачи готовы к работе в условиях этого автомобиля. Мы сейчас просто немножечко им покажем, как все работает, и они должны справиться со всем, что мы им сейчас привезли. Весьма важным обстоятельством является повышенная автономность работы машины. Учитывая сложный горный ландшафт и наличие немалого количества труднодоступных мест на территории нашей республики, возможности автономной работы в экстремальных условиях приобретают жизненно важное значение. Если, допустим, какой-то несчастный случай произошел в удаленном районе, и до лечебного учреждения ехать достаточно долго, 5-6, возможно, 10 часов, автомобиль укомплектован таким образом, что он может дать работу на это время, всего оборудования, что там предустановлено, и всех необходимых медицинских газов, электричества, всего, что нужно для работы медианиматологов в условиях длительных переезда. Теоретические и практические занятия абхазских спасателей и врачей будут проходить в течение двух недель. По их завершении предусмотрено тестирование обучающихся, что в свою очередь позволит определить степень усвоения необходимого объема информации и уровень приобретенных на практических занятиях навыков. Субтитры создавал DimaTorzok